Похоже, Китфинанс все. Вы не хотели, друзья, регистрироваться? Похоже, вам и не придется регистрироваться в Китфинансе. Евросоюз ввел блокирующий санкции в отношении НРД. Данная блокировка теперь официально может быть как аргументом. Заморозка может в связи с этим продлиться очень долго и наши акции получат внуки. Может быть, они станут миллионерами. Допустим, акция Кока-Кола будет стоить уже гораздо больше, чем мы ее покупали сегодня. Ну, если она будет еще существовать. Ну, я думаю, Кока-Колу пили и будут пить, поэтому вот такой вот расклад. Насколько известна информация, то, что не будут торговаться, ну, понятное дело, ETF-фонды, акции США, все, что было на московской бирже. Ну, и также, вроде как, даже не будут торговаться ГДР-ки, российские компании, которые считаются на самом деле иностранными. Сегодня у нас выходной день, я записываю это видео, срочное, да? Завтра у нас там будет понедельник. Напишите мне в комментариях, у тех, у кого уже есть доступ к КВК Китфинансе, многие уже зарегали, получили логин и пароль. Торгуются ли у вас сейчас ГДР-ки? Многие до этого уже даже смогли продать эти бумаги. И теперь вопрос. Есть информация, что они не будут торговаться. Действительно ли это так или нет? Я пока не могу это проверить. Я кусок видео дозапишу завтра, зайдя в Сберинвестор, и я там веду какие-нибудь ГДР-ки, посмотрю, торгуются ли они там. Если они там не торгуются, значит, соответственно, они не будут торговаться и там, потому что структура московской биржи, она одна. Что там Мосбиржа, что здесь Мосбиржа, и там они в рублях, и здесь они в рублях. Мы посмотрим чуть далее. Не переключайтесь, смотрите в этом видео, и мы убедимся. Если действительно перестанут они торговаться, то вообще нет смысла открывать даже счет. Я хоть его открыл, но смысла уже суетиться нету, потому что полная, тотальная будет блокировка. Неизвестно, когда она снимется. Может быть, она и когда-то снимется. Выпишут какую-то там лицензию, разберутся, где олигархи, где не олигархи, и нам, обычным инвесторам, будут платить. А может быть, еще раз говорю, все достанется нашим внукам. Это в лучшем случае. У меня, сейчас скажу, какой капитал, у меня где-то 380 тысяч именно моих инвестированных в акции США, 70 тысяч где-то в фонды. Про фонды у меня будет отдельно, следующее видео, мы там поговорим, и я там расскажу, что произошло еще с одним фондом, и мое мнение и отношение к фондам, поэтому обязательно нужно задать подписочку, если вы еще не подписались, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Там мы поговорим, и значит в фондах у меня было 70 тысяч, и где-то сколько, ну 380 акций США. Итого где-то в совокупности 450 тысяч, вот тотальный замороз. Плюс еще ГДРки, я не знаю, сколько там у меня, 150-200 тысяч, но если их не заморозят, то окей, отлично. Если их заморозят, то, увы, где-то тысяч, сколько тогда, под 500, под 550 у меня, в принципе, там зависит. Значит, какие у меня здесь есть мысли? Если ГДРки, в принципе, заморозят, компании, может быть, захотят конвертировать эти ГДРки, вот как сделала Лента, у Лента была на Лондоне, да, она конвертировалась, и сейчас она зарегистрирована в Россию. Если такое, каждая компания, там, Росауэр, Глобал Транс и тому подобное, будет нищак, то есть эти компании будут, в принципе, торговаться на российском рынке. Но вопрос, если они будут делать конвертацию, скорее всего, конвертация будет опять идти через эти банки Нью-Йорк Мэллон, Сити Групп, американские банки, и, скорее всего, тоже через этот мост, да, с Евроклином. Соответственно, скорее всего, они не смогут сделать конвертацию. Самое главное, за чей счет они будут делать? Если они сделают как Лента, возможно, вообще не будет даже выгодно их конвертировать. Придется либо их реально продавать, а продать мы их не сможем, либо конвертировать. Но, опять же, конвертировать, я, скорее всего, думаю, мы их тоже не сможем из-за этого моста. Есть другой вариант, то, что эти бумаги автоматически начнут торговаться на московской биржи, и мы их начнем покупать, но они уже будут, как говорится, в РУ-зоне. Мы начнем хуже покупать. А вот эта вот часть, которая будет там, либо она сгорит, либо она конвертирится, неизвестно когда. Может быть такое то, что количество акций, которые у нас были там, нам добавят такое же количество акций на наш счет. Только они уже будут в рублевую зоне. Но я сомневаюсь, это, наверное, растраты будут. Те они что ли погасят, а эти нам выплатят. Только вопрос, как это будет происходить. Вот такие я вижу сценарии. Максимум, что мы можем здесь увидеть, это торги их на московской бирже. И мы их сможем покупать, но скорее всего уже заново, а те так и останутся. Будем посмотреть. А вот все, что касает фондов и американских акций, здесь, конечно же, все у нас печально. Известно, чем это все закончится, как это все решит. Фонды вообще, я говорю, могут и к тому времени распродать и обанкротиться. Даже если их распродадут, то мы деньги все равно не сможем получить, потому что вот этот мостик сломан. Деньги-то должны будут приходить из Европы, а там от свифта все отключены, непонятно что и как. Честно скажу, вот эта вся ситуация, как бы я позитивно не относился в предыдущих роликах, сейчас реально меня уже стало, честно сказать, накалять. Не то, чтобы я там приуныл, но некая такая, не то чтобы нервозность, ну несправедливость какая-то есть, да. Ты понимаешь, блин, то, что ты там накапливал, тебе просто взяли и обрубили весь твой капитал только потому, что да, у тебя там паспорт не той страны. Есть такая некая несправедливость, да вообще, я уже давно понял, что жизнь, она несправедливая, и это факты, с этим нужно смириться, набираться где-то все равно, мотиваться, идти дальше. Нужно понимать, что инвестиции это риск. Если ты вложил куда-то деньги, ты уже должен осознавать, что ты можешь отдачи получить ноль, потому что это риск. Не важно вообще, куда ты вложил ноль, гарантий, как правило, нигде нету, разве что во вкладах, и то, опять же, не везде. Поэтому это будет очередным нам уроком, урок нам будет с ETF-фондами, урок нам будет с инфраструктурой, очередной у нас будет урок то, что диверсификация по странам по ходу уже не работает. Все, что было раньше, сейчас все абсолютно в корне меняет. Сейчас, возможно, нужно будет, наверное, в России инвестировать через российского брокера, в иностранный, и, скорее всего, через иностранную. Но, опять же, иностранный брокер это тоже такое себе, там конские комиссии, там тоже могут сказать тебе, дружище, за дверь, потому что у тебя не тот паспорт, который нужен, да, для того, чтобы заниматься брокерскими операциями. Очень много нюансов, но я скажу далее, я, в принципе, не отчаиваюсь, я буду продолжать дальше работать на российском рынке. Просто нужно понимать, если ты уже привык откладывать, уметь зарабатывать деньги, то, ну, смысл их не инвестировать. Они все равно будут подъедаться, они все равно будут обесцениваться. Да, можно, в принципе, держать и на вкладе, хоть как-то это будет сохраняться, но, мне кажется, нужно будет дальше искать другие инструменты. Есть еще российские акции, есть облигации, депозиты, недвижимость, пожалуйста, разбираться и дальше, ну, и уже осознавать риски. Сейчас, действительно, мы столкнулись с такой ситуацией, ну, просто все, что могло и не могло, и даже нельзя было предположить, случилось. И это сделало сильнее, закаляет, и мы получили реально очень много опыта. Я тоже поначалу сделал ошибки, когда начинал инвестировать, тоже слушал каких-то других блогеров, что-то где-то делал. Но я старался все равно сам все это дело изучать. Но там все топили корпорации США, там дивиденды и аристократы. Ну, я думаю, классный, да, там Coca-Cola, все вот эти компании, McDonald's. И тоже покупал. Потом я осознал, что американский рынок, он стабильный, но не дает такую доходность, как российский. Я начал переключаться в российский. Я рассказывал, почему я поменял стратегию инвестирования, то, что российский рынок быстрее даст накопить капитал. Понятное дело, в России высокая доходность, но и высокий риск. И каждый сам должен был выбирать. И хорошо, что я начал в Россию складывать, и получилось, вот, я сократил свои риски, то, что у меня была и Россия, была и Америка. А так бы, если у тех, кто инвестировал в фонды, за которые там топили, у некоторых там очень большой капитал застрелил, кто-то только за акции США. Поэтому здесь сложно сказать. Еще раз говорю, диверсификация по классам активов, конечно же, она важна. А кто бы там даже не говорил, недвижимость, бетон, хоть она и дает там 3-5%, но это тоже лучше, да, даже в тот же самый кризис, чем вообще ничего. Это все понятное дело. Поэтому я продолжу инвестировать в акции российских компаний по чуть-чуть, и уже более осознанно, более продуманно. Облигации докупать, возможно, какие-то еще активы на депозитах, и все вот так вот разбрасывать. Это нам был еще раз говорю, хороший урок. Мы ничего не можем повлиять и сделать. Нам остается только ждать. Мысленно нужно, конечно же, с этим смириться. Я когда сюда деньги закидывал, я, конечно же, понимал, что они мне в ближайшее время не нужны. Да, они мне по уровню жизни не ударят. Все равно есть такой осадочек, когда ты копил, собирал, трудом их зарабатывал, где-то даже себя ущемлял, да, и у тебя бах просто. В один момент обрубили, да, твой капитал, причем, ну, не маленький. Опять же, вот эти акции США, и все это покупалось, потому что, да, мы смотрели других блогеров, потому что мы сами были новички. Но большинство блогеров, они сами новички, заводят YouTube канал. И те же самые, когда фонды, да, покупались, когда покупались американские акции, хочу сказать, мы, опять же, кого-то где-то слушаем, кто-то более-менее чуть-чуть выше профессионализма, чем мы, и мы надеемся, полагаемся на них. Эти люди сами имеют 2-3 года от силы, опыта в рынке, да, а мы-то имеем меньше. На самом деле, 2-3 года в рынке, это совсем ни о чем, то есть, это вот столько вот. Я тоже первый год, полтора, тоже где-то как-то прислушивался, что-то слушал, ну, старался, конечно же, сразу же вникать, читать, поэтому я начал выбирать отдельные акции. Из-за того, что мы там где-то кого-то послушали, скопировали, вот такие вот у нас результаты. Опять же, лозунги, аристократы, те фонды, не надо ни в чем разбираться, покупай, и твой капитал будет автоматически разбираться. Ничего, друзья, автоматически не будет, нужно это признать, нужно во всем разбираться, тем более в теме денег. Это то же самое, как мне подходят и говорят, расскажи, куда инвестировать. Это, я считаю, вообще самое, ну, плохое, что может быть, спрашивать советы, куда инвестировать. Нужно разбираться самому, если ты хочешь не потерять деньги, управлять грамотно своими днями и никому не доверять. Разбираться, еще раз говорю, самому. Я вот начал разбираться, читать отчетности. И вот сейчас, с этим годом, я все меньше и меньше слушаю каких-либо людей и делаю какие-то свои выводы и уже что-то изучаю. У меня уже есть какая-то база, я уже понимаю какие-то отчетности, там базовые, посмотри какие-то моменты, я уже принимаю самостоятельные решения, не слушаю, что мне там говорят в комментариях. Ну, как бы читаю, кто-то что-то делит, но делаю все равно какие-то свои выводы и свои решения. Это все правильно. Но вначале, опять же, мы сделали ошибки, эти ошибки вот нам стоили дорого. Но, с другой стороны, не все вот эти новички, они тоже кого-то, кого мы слушали, они кого-то слушали, никто, конечно же, не знал, что будет вот такое вот, что геополитика вот так вот может жестко повлиять. Теперь мы будем знать, что мы живем в стране, в России, и здесь вот такие правила. Если мы заходим на фондовый рынок и хотим получить большую доходность, мы должны вот это в уме держать. Значит, на фондовый рынок столько, туда столько, туда столько, чтобы, если что-то где-то было заморожено, то мы нет-нет все равно могли просуществовать, и у нас все равно шли какие-то другие источники дохода. Активный заработок, может быть, что-то с недвижимостью, может быть, что-то с облигацией, да, даже облигации, несмотря на закрытие биржи, они все равно выплачивались, да, в отличие от акций, акции могут отменить дивиденды, облигации платят всегда. Очень много разных активов, там депозит, он по-своему хороший. Акции иностранные, может быть, тоже хороши, но нужно понимать, как в наших условиях с ними работать. Возможно, нужно будет свалить в другую страну, открывать там счет, но, опять же, там тоже могут сказать тебе, извини, потому что у тебя не тот паспорт. Очень много нюансов, и это все опыт, я вот сейчас это все стал понимать, да, и с каждым годом мы будем все лучше и лучше понимать. С одной стороны, это хорошо, что в какой-то степени это случилось, у нас будет некий такой кругозор. Вот тот, кто не остановится, того, кого это не сломнет, тот, мне кажется, более квалифицированным и классным инвестором в будущем станет. Поэтому здесь есть и свои плюсы, и, конечно же, свои минусы. Забыл немного позитива добавить. Из позитива нужно понимать то, что не только заблокированы наши деньги, но и заблокированы деньги иностранцев. Поэтому будет идти компромисс у ЦБ, и будет это решаться. Одно дело односторонние санкции, да, когда там заблокировали в одну сторону, но нет, еще блокированы и чужие средства инвесторов и фонды. Они могут со временем начать поднимать, как говорится, кипиш. И будет решаться, может быть, будут выдаваться лицензии. Ну и, как ранее я еще сказал, подтвержусь из позитива то, что хорошо, что у меня была диверсификация. Я очередной раз убеждаюсь в том, что она нужна не только по странам, но и по классам активов. Видите? Из-за того, что у меня было немножко фондов, немножко акций США, немножко ГДРок, российские акции, и того получилось то, что не весил мой капитал, а где-то, ну, чуть-чуть, может быть, меньше половины. Это именно капитал, который касается фонда у рынка, был заблокирован. На тех, кто, конечно же, использовали одни классы активов, например, ЕТФ фонды только, те, конечно же, конкретно пострадали, или, например, только одни акции США. Очередной раз убеждаюсь и убеждаюсь в том, что недвижимость, нет-нет, несмотря на заморозку, свои там 3-4% мне доприносило, как говорится, квартиранты платили четко и вовремя. Это нужно тоже понимать. Так же, как и облигации, несмотря на что, они тоже платили. И жалко то, что облигации начал добавлять чуть позже в портфель, а вот надо было их больше добавить, возможно, больше было бы выплат и больше бы сохранялся, возможно, капитал. Некоторые мои друзья говорят вот так, что нужно жить в сегодняшнем дне, типа все тратить. И вы знаете, иногда, после всех вот этих событий, да, я иногда думаю, блин, а может быть, они реально были правы. До этого я был категорически против такого метода. Думал, например, сегодня намазывать одну булочку с икрой в будущем, две, а потом уже позволять столько, сколько ты хочешь. Ну, то есть, поначалу разумно управлять, а потом капитал тебе позволит то, что ты хочешь. То есть, не спеша, а рационально. Но сейчас я задумываюсь, может быть, действительно, да, стоит жить сегодня, ничего не откладывать. Здесь есть второй фактор, который реально меня останавливает. Это, а вдруг что-то случится, да, как говорится, или где-то что-то, а у тебя есть капитал, ты можешь позволить тебе хорошую медицину что-то купить, что-то подремонтировать, да. А тот, кто живет в сегодняшнем дне и кайфует в моменте, он уже в этот момент не будет кайфовать. Ему нужно будет думать, к какому соседу пойти, к какому банку, где взять и дадут ли ему вообще деньги. Поэтому, как по мне, вот эта вот ситуация моральная все равно у меня побеждает и заставляет меня откладывать, ну, чтобы погасить некую панику, некий стресс и быть немножко уверенным в завтрашнем дне, когда есть капитал какой-никакой, чем нежели сегодня на эмоциях ты кайфуешь и не осознаешь, что будет дальше. Но иногда вот такие вот мысли у меня просвечивают, что, блин, а может быть, они действительно правы. Но пока все равно эти мысли, их меня не перебороли, я все равно убежден, что откладывать все равно важнее, чем жить сегодня на широкую ногу. Если акции в кит финансов торгуются ГДР, то тогда, я думаю, есть смысл открывать брокерский счет. По крайней мере, либо докупать на свой страх и риск ГДР, которые хорошо просили, либо их продать и сохранить капитал, который остался у вас. Здесь уже каждый должен для себя принять решение. Я пока, еще раз говорю, сейчас, завтра посмотрю, как происходят торги. Если они есть, то я, возможно, буду устанавливать квык, разбираться и хочу посмотреть вообще, как они там отображаются, правильно, там, средние цены и тому подобное. Я его, как бы, уже скачал, но у меня руки пока не доходят его разобраться и установить. То-то, то-то, то-пятое, то-десятое. Если, в принципе, акции не будут торговаться, ну, пока остановлюсь, нет смысла его устанавливать и дальше. Ну, может быть, устанавливаю, чтобы видеть, посмотреть, правильно ли количество акций, только лишь для этого. А так, если у вас не горит и вы не планируете, можно не устанавливать. Дальше, что касается комиссии депозитария, то, возможно, будут, кстати, брать комиссию с депозитария, вот эту 001 НРДшну. Но, с другой стороны, введены санкции, мы не можем пользоваться бумагами, они ими заблокированы. С другой стороны, какого фига мы должны платить? Может быть, в условиях НРД есть такое, то, что мы будем все равно платить вот эту вот комиссию 001, не в зависимости от того, что бумаги как бы хранятся, лежат, можешь ты ими распоряжаться, не можешь, это не волнует, мы будем платить. Пока неизвестен этот вопрос, может быть, и будем платить, а может быть, и НРД из-за санкций жалуются, и мы ничего не будем платить. Поэтому на этот вопрос сложно ответить. Здесь остается, еще раз говорю, только ждать. Вот я зашел в Сбербанк Инвестор, сегодня у нас понедельник, вот, утро, торги только начались. Я смотрю, то, что торги в Сбербанке ГДР-ками есть. Вот, пожалуйста, пятерочка торгуется, видите, вот в режиме реального времени они дергаются. Потом у нас фикс прайс идет, даже Яндекс. Вот ГДР-ки, видите, торгуются, значит, наверное, имеет смысл счет открывать. Вот торги идут, значит, та информация, которая была, она была не совсем правдивая. Вы, друзья, кто уже открыл счет, я просто еще раз говорю, не добрался еще до КВК, я сделаю инструкцию обязательно, запишу ролик тоже вам в режиме реального времени, все как вы любите. Кто уже открыл, напишите мне в комментариях, торгуются ли там вот эти все бумаги. Если торгуются, значит, эти санкции не затронули ГДР, может быть, санкции еще не вступили в полную силу, одно из двух. Но подождем, через неделю сюда тоже я зайду и посмотрю, торгуются они или нет, или в том же Китфинансе, когда зарегаются, тоже буду посмотреть. Тогда, в принципе, есть смысл счет открывать, если они торгуются, потому что, может быть, кто-то захочет их продать или начать инвестировать хотя бы в ГДР-ки. Ставь лайк, надеюсь, мои рассуждения были полезны. Делитесь данным видео с своими друзьями, оно, может быть, им тоже полезно. Пишите свое мнение в комментариях, какие у вас мысли, напрягает вас эта ситуация, нет, что вы будете делать, что уже сделали. Я вам пояснил, что я продолжу инвестировать и буду, конечно же, надеяться на лучшее. А там будет, как говорится, что будет. Если еще не подписались, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте колокольчик, потому что в будущем, я говорю, вот-вот выйдет видео про ETF-фонды, там тоже поговорим, я расскажу свое мнение. Всем пока, с вами на связи был Фокин Евгений. Давайте все же все равно мыслить позитивно, несмотря ни на что. Я стараюсь, да, чуть-чуть я подсник, но все равно я стараюсь мыслить позитивно и продолжу накапливать капитал и инвестировать. А другого, в принципе, пути нет. Еще раз говорю, хоть какой-то капитал это лучше, чем никакой.